В Лабытнангах возбуждено очередное уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Главными его фигурантами в этот раз стали двое руководителей одной строительной компании. Подрядная фирма выполняла отделочные работы помещений на различных строительных объектах. В итоге более 10 сотрудников так и не получили денежное поощрение за свой труд. Сегодня расследованием этого долгового дела занимается Лабытнанский отдел следственного управления. Каждый труд должен быть вознагражден, уверен главный сыщик города Семен Леонов. И отсутствие прибыли – это не повод оставлять людей без заработной платы. Но именно так и поступили руководители одной из строительных фирм, которая более полугода назад занималась внутренней отделкой новостроек. В работе было задействовано более 30 человек, 10 из которых, как выяснилось, трудились за простое человеческое спасибо. В общей сложности за три месяца отделочники не получили за выполненную работу почти полмиллиона честно заработанных рублей. Мы намерены довольно жестко реагировать на подобные факты. И еще раз говорю, в возбуждении уголовного дела, в рамках которого мы провели все необходимые мероприятия, в том числе обыски и изъятия документации и финансовой отчетности, в настоящее время проводится экспертиза, которая покажет точную сумму невыплаты заработной платы. И мы можем уже определять обвинения причастным лицам. Кстати, своей вины подозреваемые не признают, поясняя следствию, что на тот момент у фирмы не было денег. Хотя финансовые документы говорят об обратном. На счету компании средства имелись. Только вот статья их расходов предполагала иные цели. Для уголовного преследования неважно, какую сумму не выплачивает работодатель. Любой труд должен быть вознагражден вне зависимости от суммы. 10 тысяч – это 5 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Если работодатель не платит, потому что нарушает закон, почему делает это умышленно и тратит денежные средства на другие какие-то цели, мы данные факты будем пресекать и жестко преследовать по уголовному закону. По закону, нечистые на руку работодатели будут обязаны возместить потерпевшим сотрудникам все, до копейки. Плюс ко всему, в уголовном кодексе предусмотрено и наказание за это преступление. В лучшем случае подозреваемые заплатят штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей. В худшем – им грозит лишение свободы на срок до трех лет. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное».